Зачем упиливать деревья полностью? Спиливано столько деревьев, ни одной веточки зеленой внизу нет. Да разве это можно? Больше всего вырубкой деревьев огорчены пенсионеры. Они считают, парк должен быть тенистым и густым, так и гулять по нему приятней. Но есть и другие мнения. Деревья, конечно, жалко. Но если они больные, совсем полумертвые, могут упасть, то, естественно, их надо спиливать. Но, наверное, определять, кто должен спиливать, должны все-таки специалисты. Лучше спилить. Потому что очень много случаев даже у нас во дворе было, что на машины падали, и так во дворе постоянно. А вот тут непонятно, для чего вообще спилено все. Деревья так вот по распилам, так вроде как хорошие. По идее, ни проводов, ничего нет, что не мешают. Всем не угодишь, говорят работники парка. Пилить деревья необходимо для безопасности. Да и во многом от этого зависит эстетический вид. Для сравнения проводят нас по двум зонам. В одной санитарной обрезке испилка деревьев проходила еще осенью. Парк – это все-таки не лес. И деревья, кустарники должны быть в каком-то упорядоченном, в культурном, так сказать, виде. Парк должен просматриваться со всех сторон, уверены специалисты. Ухоженные, стройные деревья, отсутствие сухих веток. Они, к слову, собраны в кучу в разных частях парка. И в основном ветки даже не приходилось пилить. Собирали их уже земли, куда те падали от ветхости. В другой зоне парка – полумрак и спокойствие. Здесь деревья не обрезали и не пилили. Некоторым деревьям в этом парке больше ста лет. И они поражают своими масштабами. Так, например, вот это дерево не в три моих обхвата, но в два адек. Это точно. И, по словам работников, парк – слой здоровой древесины. Здесь не больше пяти сантиметров. Легко осыпается кора, сухие ветки. И сколько оно еще простоит – неизвестно. Огромные сухие ветви деревьев в этой части парка образуют настоящие арки. Какие-то тревожно нависают прямо над забором и припаркованными за ним автомобилями. До беды недалеко резюмируют специалисты. Большие ветки висят, свисают прямо над детской площадкой. Деревья здесь все больные. То есть, вот видно, что трещины идут по стволам, сердцевины у них гнилые. Если подует сильный ветер, ветка просто может упасть на детскую площадку. А если здесь дети гуляют, родители гуляют. В целях безопасности спилили и деревья возле колеса обозрения. Это послужило поводом особого недовольства череповчан. Но спецкомиссия эти зеленые насаждения признала аварийными. Сверху было очень много сухих веток. И по прошлому году было очень много жалоб. Здесь располагалось небольшое кафе с навесом. Сухие ветки постоянно на него падали. Соответственно, определенную угрозу для отдыхающих они представляют. Поэтому центральные аллеи у нас всегда входили в план подготовки парков к летнему сезону. Работники парка уверяют, они готовы сажать новые деревья. Но сначала для них нужно подготовить площадку. К слову, привести в порядок необходимые другие места отдыха горожан. Сильно зарос, например, парк двухсотлетия. Но как вновь отнесутся к вырубке деревьев череповчане, предугадать сложно. Мария Беленко, Анатолий Холин. Новости.